Известная фраза о том, что театр начинается с вешалки, не работает, когда вмешивается карантин. Театр после долгого перерыва начинается с огромного желания людей вновь окунуться в творческую атмосферу. Об этом красноречивее многих слов говорит несколько десятков людей, которые пришли на премьеру спектакля «Тихий шорох уходящих шагов». По новым эмоциям и культурному обогащению Бреща не скучали. А значит, для многих эта встреча долгожданная. Дом урашек, дом урашек, потому что кругом знакомые лица, всех рада видеть. Театр родной, любимый. Пригласила подругу с собой, хотя она упиралась, но я думаю, что получит тоже массу удовольствия. Сегодня жду, потому что, наверное, очень интересный спектакль, анонс прочитала, что-то такое. И актер мой любимый, Питкевич там играет. Какие-то актеры, которых я очень люблю. На самом деле, моя супруга очень ждала, когда уже наконец-то возобновляться спектакли. Ну, в общем, мне тоже не проще сходить. Ну, с радостью, конечно, потому что такой перерыв был большой, да. В репертуаре Брестского академического театра драмы сегодня не только классика, но и смелые эксперименты. Спектакль «Сон. Тихий шорох уходящих шагов» гармонично вписался в жанровую стилистику. В основе спектакля сокровенные переживания человека, столкнувшегося с потерей члена семьи. И те эмоции, которые передает главный герой своей первоклассной игрой, с первых минут завораживают зрителя и трогают до мурашек. Он пытается разобраться со своими чувствами и мыслями, путаясь в клубке воспоминаний в реальности и смутных видениях. Ему вторит вся актерская труппа. Играют проникновенно, обнажая человеческие страсти, проникая в суть бытия. Спектакль этот о жизни, о наследии, любви к отеческому дому, совести, добре и зле, обращении. «Все-таки нужные слова надо говорить вовремя, а не потом, когда уже время проходит и мы о чем-то сожалеем. Если я тебя люблю, то надо говорить это сегодня, не боясь, что тебя отвергнут. Либо какие-то моменты, то, что не нравится, надо говорить уже сейчас, а не накапливать это, чтобы потом все добралось в огромную ядерную бомбу». Спектакль современный о нас, о нашей жизни, это не какая-то классика 19-го или 18-го века, а спектакль про нашу современность. Здесь поднимается проблема взаимоотношения отцов и детей, проблема в семье, проблема того, что иногда материальные ценности сталкивают людей. И вот это, так скажем, отношение людей друг к другу, оно становится не таким теплым и преданным, как должно быть, вот, и из-за денег. И какие-то вопросы, пьеса о том, что какие-то вопросы личные надо решать еще, когда люди живы, а не когда это уже поздно. Прочувствовать весь спектр эмоций вместе с героями помогало и музыкальное сопровождение. К слову, в премьере были задействованы как молодые актеры театра, так и опытные мастера сцены. А потому наблюдать за происходящим было одно удовольствие. «Театр все-таки это та организация, которая должна иметь непосредственный контакт с нашими зрителями, с нашими дорогими посетителями, которые приходят в театр. Санитарно-эпидемиологическая ситуация наложила определенный отпечаток и на нашу работу, поэтому мы, понимая всю ответственность работы с нашими зрителями, подготовились к открытию такого легкого сезона перед началом и уходом на каникулы. Вот, закуплены и дезрастворы, есть и определенное количество масок, и обрабатываются все поверхности для того, чтобы исключить какие-то возможности, и для того, чтобы наши зрители чувствовали здесь себя в безопасности». До конца июля Брестский академический театр драмы будет работать в привычном формате, затем труппа уйдет в отпуск. Времени для того, чтобы насладиться искусством, осталось немного, а значит, уже сейчас необходимо приобрести билеты. Ирина Кузьмич, Павел Малашонок, Александр Макаревич, телекомпания МБУК-ТВ.